Так здесь умеют пока только инструкторы. Фигурный спуск с горы еще не высший пилотаж, но учиться ему порой приходится не один сезон, говорят горнолыжники. В эти выходные в горках что-то вроде мастер-класса. Его демонстрировали брянские, московские и орловские профессионалы. Учебный склон скорее даже ближе, что-то среднее между синий и зеленый. Но в разных европейских курортах могут по-разному они трактоваться. Но в принципе примерно все похожи трассы. Так что здесь где-то в среднем синяя трасса. Синяя – это трасса не очень сложная для спуска. Ее длина здесь полкилометра. Я катался и Пронина, и Зил в юбилейном. Юбилейный хороший склон для учебы, но не более. Пронина, Зил все-таки. Была бы у них техника снегуплотнительная, конечно, они бы могли составить конкуренцию. Инструкторов, открывших в эти выходные сезон катания в горках, объединяет бывший пансионат Зил. Именно на его базе в 90-е нынешние профессионалы-лыжники решили начать делиться опытом катания, рассказывает Виктор Данилин. Все началось в далеком 1986 году в Орловской области, в Моцинском пансионате Зил. Мы начали впервые в Советском Союзе обучение в условиях низкогорья. Многолетняя практика в итоге вылилась в учебно-методическое пособие, которое теперь инструкторы и подарили парку активного отдыха. Это большой бесценный опыт. Я без преувеличения скажу, что Виктор Иванович может лично рассказать все тонкости этого непростого дела, которое со стороны смотрится, казалось бы, очень простым. Кстати, в горке не обязательно ехать, запасаясь бутербродами и горячим чаем. Перекусить можно в кафе. Свой третий сезон парк встречает с изменениями в меню. Мы полностью сделали кафе в альпийском стиле. Как интерьер, так и меню. Меню у нас фонзю классические, раклеты и глинтвейн. В будущем делится секретами Оксана Бояринова. Здесь планируют начать проводить корпоративы и даже расписывать молодоженов. А чтобы парк функционировал не только в зимнее время, летом 2014-го на территории разобьют детский городок. Продолжение следует...